Петр Михайлович Еропкин Петр Михайлович Еропкин, архитектор с трагической судьбой, один из самых загадочных русских зодчих, работы которого практически не дошли до наших дней. И в то же время вклад Еропкина в архитектуру настолько значителен, что нам хотелось бы познакомить вас не только с его творчеством, но и с интереснейшей биографией зодчего. Сохранилось мало точных сведений о его жизни и творчестве. Даже точная дата его рождения неизвестна. Источники разнятся на 10 лет, но все же годом рождения Петра Михайловича принято считать 1689-й. Выходец из обедневшего дворянского рода смоленских князей, получив прекрасное образование, Петр Еропкин одним из первых был послан Петром I в Италию и Голландию, где обучался архитектуре и разным наукам. Выполнил экзаменационный проект церкви в стиле позднего Ренессанса. В Италии он вдохновился идеями Андрея Палладио, первым перевел на русский язык четвертую книгу об античной архитектуре. Однако перевод так и остался рукописным. В Петербург Еропкин вернулся широко образованным специалистом, знающим языки. Он вез с собой книги, основу своей будущей богатой библиотеки. Вернулся Петр Михайлович со страстным желанием служить Отечеству, на деле применить полученные теоретические знания и практические навыки. Самый интригующий вопрос – собственные постройки архитектора, многие из которых исчезли, а некоторые скрыты за поздними наслоениями. Иропкин успевал строить по своим проектам дворцы Черкасского на Дворцовой набережной и Миллионной улице, дома Остермана и Волынского, фельдмаршала Трубецкого. Таким образом, Зочи внес заметный вклад в создание жилых особняков в Петербурге в первой половине XVIII века. Однако наиболее значительной деятельностью Петра Михайловича было градостроительство, которое стало актуальным после сильнейших пожаров 1736-1737 годов, в результате которых выгорела почти вся деревянная застройка адмиралтейской части города. Мало кто знает, что он был создателем знаменитого петербургского трезубца – основой архитектуры Санкт-Петербурга. Первый русский теоретик архитектуры Еропкин составляет трактат «Кодекс должности архитектурной экспедиции» «Свод законов и нормативов», в котором были сформулированы его теоретические взгляды на архитектурную профессию. Текст этого трактата был окончен уже Михаилом Зимцовым в 1741 году, уже после смерти Еропкина. Однако впервые был опубликован только через 200 лет, в 1946 году, в сборнике «Архитектурный архив». Последним и наиболее известным творением Еропкина и одновременно символом нелепого шутовства и унижения человеческого достоинства является печально известный «Ледяной дом». Он был сооружен на Неве, там, где сейчас Дворцовый мост, по приказу императрицы Анны Иоанновны для свадьбы придворных шутов в 1740 году. И в тот же год Еропкин был арестован, как участник оппозиционного антибероновского кружка, созданного кабинет-министром Артемием Волынским, и вскоре казнен. Так трагически окончилась жизнь талантливого и образованного архитектора, много сделавшего не только для Петербурга, но и для развития архитектуры в России в целом. Субтитры создавал DimaTorzok